О сырьевом рынке я расскажу прямо сейчас. Итак, нефтяные котировки обновляют минимумы. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 51 доллара за баррель. Столько она стоила в августе 2017-го. Смесь теряет более 6%, торгуясь по 50,5 долларов. Американское сырание вскатилось до полуторагодовых минимумов. WTI в минусе почти на 6,5% и на отметке 42 доллара и 68 центов за бочку. Вместо нефти инвесторы направляют средства в менее волатильные активы, такие как золото и гособлигации. Падение нефтяных котировок началось из-за опасений переизбытка сырья на рынке. Крупнейшие мировые производители сообщили о рекордных показателях добычи. Давление на нефтяной рынок оказывают и другие факторы. Финансовая напряженность на развивающихся рынках, рост ключевых ставок и торговые войны указывают на возможное замедление роста мировой экономики. Однако, как рассказал министр энергетики Александр Новак в интервью нашему телеканалу, в следующем году ситуация постепенно стабилизируется, и предпосылки для этого уже есть. Мне кажется, что в течение первого полугодия, в результате тех совместных действий, которые были закоплены соглашением, в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, и поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован. Полную версию интервью с министром энергетики России Александром Новаком смотрите на нашем канале сегодня после 15 часов дня по Москве. Росвельхознадзор в этом году не...